Итак, мы сейчас начнем другую тему разговора. Мы анонсировали ее в первой части. Апелляционный суд Каира отправил на пересмотр в суд первой инстанции иск родственников россиян, которые погибли в авиакатастрофе самолета А321 КГЛМ «Авиа» осенью 2015 года. Это был теракт. Тогда погибли более 200 человек. И речь идет об иске к властям, собственно говоря, к египетским властям. Сегодня у нас в гостях по Зуму адвокат, который представляет интерес российских пострадавших. Давид Кухлашвили. Давид, вы на связи. Здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Итак, я думаю, что мы начнем. Давид, собственно говоря, что значит решение о пересмотре иска в суде первой инстанции в суде Каира? О чем вообще речь идет? Ну, на самом деле, это, можно сказать, большой прорыв, потому что мы уже пятый год занимаемся этими делами в египетском суде. И вот за это время мы просто бились об бетонную стену в египетском суде. Но на самом деле сейчас, я так понимаю, что позиция египетских властей поменялась, потому что мы даже не ожидали, что можно вот такого успеха добиться, потому что все наши иски, апелляционные жалобы и так далее подобные были отклонены по каким-то надуманным причинам. И, соответственно, мы об этом думаем, что вот это решение означает, что египетские власти, скорее всего, склоняются к тому, что они там в скором времени будут признавать факт теракта. Давид, здравствуйте, Арсений Веснин. Вот я тоже к вам присоединился. Давайте просто немножечко истории добавим, чтобы всем было понятно. Насколько я понимаю, проблема в том, что египетские власти до сих пор не признали произошедшее, вот этот взрыв в самолете над Синаем, не признавали произошедшее терактом. Более того, насколько я понимаю, там были проблемы с тем, чтобы признать, что есть какие-то потерпевшие и пострадавшие. Да, да, сейчас я расскажу. То есть, смотрите, изначально мы подавали индивидуальные иски от имени каждого погибшего. И, соответственно, мы, в принципе, там подавали около 30 исков от имени 30 семей. Соответственно, мы вот эти иски, в принципе, подавали в одно и то же время. И из этих исков где-то вот 80% исков было принято, и сутка об этом начала рассматриваться по существу. Ну, соответственно, по этим искам было принято решение, ну, на самом деле, довольно такое странное решение. Сутка об этом пришла к выводу, что на самом деле было вмешательство третьих сил, но, тем не менее, всю вину возложили на обе компанию. И к тому же еще там суд указал, что якобы мы не смогли доказать факт нахождения погибших на борту самолета, и мы не смогли доказать якобы там родственные отношения между погибшими и нашими клиентами. Хотя все документы, подтверждающие родственные отношения, суду были предоставлены с переводами на арабский язык. А что касается вот 20% исков, суд вообще, как бы там, суд первой инстанции вообще отказал от принятия этого искового заявления, сославшись на то, что якобы мы нарушили какое-то законодательство, то есть какие-то процессионные правила при подаче иска. Хотя все иски были поданы одновременно, и, соответственно, как бы там текст там был одинаковый. Я правильно понимаю, что вы требуете от египетской стороны компенсаций за то, что, условно говоря, возможно, в египетском аэропорту весьма вероятно было пронесено взрывное устройство, не была обеспечена безопасность, самолет взлетел, произошел взрыв, и погибли люди. Именно в этом требовании. Да, да, мы требуем возмещения причиненных материального и морального вреда в связи с тем, что из-за халатности египетских властей случилось то, что случилось. Потому что, ну, в принципе, согласно этому законодательству, египетские власти обязаны обеспечивать безопасность как своих граждан, так и иностранных граждан, поэтому они за это не соответствуют. И до этого момента египетские власти и суды практически говорили, мы не уверены, что это не теракт, мы не смогли установить, кто погиб в этом самолете, доказать, что это, что те родственники там в Петербурге, этот самолет, я напомню, он летел в Петербург, они родственники тем, кто погиб. То есть вот такой вот, ну, абсурд, да? Да, абсурдный, да. И, соответственно, не знаю, там наши вот египетские адвокаты очень много старались, они вот обращались в местные вот авиационные там органы, и вот местные аэропорты хотели там получить официальный список пассажиров, чтобы там суду предоставить, но как бы там официальные власти Египта этот список не выдавали. То есть они говорили, что якобы у них такой информации нет. Давид, сейчас хочется понять, вот суд Каира отправил на пересмотр в суд первой инстанции. Каковы дальнейшие действия? То есть дальше это говорит о том, что сейчас начинается полностью пересмотр всего этого дела, и дальше это может затянуться еще на пять лет? Ну, мы не думаем, потому что я думаю, что это означает, что суд первой инстанции начнет по существу рассматривать это дело, но, соответственно, на самом деле мы просто вот ожидаем, что в скором времени, ну, скорее всего, египетской власти уже будут признавать факт теракта, потому что мы знаем, что МИД Российской Федерации подключился, мы знаем, что российские дипломаты в египетском посольстве очень активно работают, и, соответственно, я думаю, что без работы российских дипломатов египетский суд не стал бы такое решение принимать, потому что мы знаем, что в Египте у них нет независимых судов, и, соответственно, они никогда не примут решение против власти. И, соответственно, мы думаем, что они какой-то сигнал сверху получили. А почему это произошло только спустя шесть лет? Потому что раньше российские дипломаты не помогали в этом деле? Ну, знаете, я так понимаю, что вот это дело имеет больше политическую подоплеку, чем праву, и поэтому, я думаю, что по этому затянулось. И к тому же еще, не зная, правда или неправда, говорят, что вроде Путин собирается в Египет поехать, и как раз там вот, если на самом деле такое случится, мы как раз там ожидаем, что во время его приезда могут все это признать. Ну, я напомню, что как раз-таки появились договоренности о том, что, возможно, в ближайшее время полетят снова самолеты в Хургаду и в Шар-06. Да, об этом и хотел сказать. Потому что, смотрите, я что хотел сказать. Мы читали очень внимательно статью российского посла, которая была опубликована на сайте российского посольства в Египте. Это было буквально до Нового года. И российский посол в этой статье привыкал о том, что российские власти не будут восстановлять свои сообщения, пока египетские власти не будут теракта, и не будут возмещать причиненную вреду родственникам. Это заявление российского посла, и, как известно, обычно дипломаты так просто ничего не говорят, и любое заявление российского посла и дипломата это является официальной позицией России. И к тому же еще мы знаем, что сразу после Нового года российские специалисты выехали в эти аэропорты, этих курортных городов для проверки систем безопасности. Я так понимаю, что они готовятся к возобновлению сообщений, но я очень сомневаюсь, что без признания факта теракта Египтом Россия не станет открывать это сообщение. Давид, если Египет признает, вообще просто понять по практике, допустим, вы выигрываете это дело, Египет признает, что это был теракт, как долго пострадавшие будут ждать вот этих вот самых компенсаций? Есть какая-то процедура? И какой размер компенсации? Да, и какой размер этих компенсаций? Ну, смотрите, что касается признания факта Египта, на самом деле это очень здорово поможет, потому что, если, допустим, египетские власти официально признают теракт, это означает, что они, походу, еще признают свою ответственность по поводу возмещения причинного вреда. И, соответственно, там надо уже по суммам договариваться с египетскими властями. Вот в Египте нет у них там специального закона, который предусматривает фиксированную сумму компенсации в отношении жертв теракта, хотя во многих странах есть такой закон. Но если посмотреть практику, какие компенсации египетские власти выплачивали, к примеру, я вот могу привести случай, это было, по-моему, в 15-16 году, вот египетские военные случайно расстреляли мексиканских туристов, которые там в пустыне куда-то заехали. И вот им выплатили погибшим где-то полтора миллиона каждому погибшему выплатили, ну, родственникам каждого погибшего выплатили. Полтора миллиона чего? И, соответственно, вот полтора миллиона долларов выплатили. Соответственно, мне вот наши египетские адвокаты говорят, что обычно египетские власти, когда, допустим, погибают иностранные граждане, соответственно, они большие зубы выплачивают. Но если, допустим, к примеру, мы не сможем договориться с египетскими властями по поводу сумму компенсации, тогда вот надо будет судебного решения. А к суду решить так и будет. И я так понимаю, что сейчас речь идет об исках примерно от 70, от родственников примерно 70 погибших. Я правильно понимаю? То есть остальные, я напоминаю, напомню, что всего... Нет, у нас... Или в пассиве. У нас мы... Мы представляем сейчас там интересы 30 семей, то есть около 30 погибших. И что касается других, соответственно, интересы других мы на данный момент не представляем. Хотя, потому что многие уже там решили вопросы с собой компанией страховой... Потому что на самом деле мы вот в египетском суде судимся не только против властей, мы, походу, еще судимся с собой компанией и страховой компанией, по обязательству моей компании. И, соответственно, что касается других, другие уже подписали мировые соглашения с собой компанией. Но к тому же еще у нас есть еще там ополномочия на представление интереса в египетском суде от 80 семей. Они хотели присоединиться к кискам против египетских властей, но мы просто не стали их там добавлять, потому что у нас там не было уверенности в том, что вот эта там наша затея с египетским судом к чему-нибудь приведет. Но сейчас мы вот посмотрим, как там события будут разворачиваться в египетском суде, и по большому-то счету, и других тоже можно добавить. Давид, есть ли какое-то понимание все-таки о результатах расследования произошедшего? Потому что компенсация, понятно, что это, наверное, самое важное, что сейчас можно сделать для родственников. Но нам надо все-таки понимать, есть ли расследование нормальное, было ли оно проведено, и можно ли безопасно будет летать в Египет? Вот что касается расследования, могу сказать, что наши родственники неоднократно обращались в Российский Следственный Комитет, потому что, как вы знаете, в России тоже воспутили уголовного дела по факту теракта. И, соответственно, мы знаем, что Российский Следственный Комитет, они не один раз направляли запросы в соответствующие службы Египта, хотели там информацию получить, но они просто игнорируют. И, соответственно, я так понимаю, что в России вообще не знают, как там расследование проходит в Египте. То есть они как бы там никакой информации не делятся. Соответственно, я знаю также, что межправительственная ценной комиссия тоже не смогла никакой информации получить от египетских властей. И также вот наши египетские адвокаты тоже пытались там получить информацию у египетских властей по поводу статуса расследования, потому что это, на самом деле, там даже суд потребовал этой информации, но вот египетской власти этой информации просто не делится. Вот нашим египетским адвокатам сказать, что типа там расследование еще не закончено и все, больше ничего не говорят. То есть я правильно понимаю, что мы до сих пор не знаем, кто убил граждан Российской Федерации? Мы не знаем, может наши власти знают, но самом деле там вопрос в другом. Вот я понимаю, что они как бы там возбудились, расследование идет. Но обычно, допустим, когда случается преступление, уголовное дело возбуждается по какой-то определенной стере. Вот, к примеру, в России уголовное дело сейчас как бы там то, что выбудает расследование. В России расследование идет по факту теракта. Мы даже не знаем, вот в Египте на основании какого-то местного уголовного кодекса они ведут расследование. Подождите, а египетская сторона вообще к этому расследованию подпускает кого-то? Это там тот же самый МАК или еще кого-то? Или они никого не пускают именно в ход расследования? Там нельзя останки обследовать и так далее? Я понял. Вот по моей информации, то, что я знаю, от Следственного комитета наши клиенты неоднократно обращались. Следственный комитет тоже жалуется о том, что египетской власти информации не делится. Все вот эти запросы, которые отсюда об этом отправляются туда, они остаются без ответа. А Международный авиационный комитет? Вот по поводу Международного авиационного комитета, на самом деле, мне туда тоже писали письмо, потому что я вот знаю, ну, есть у меня информация о том, что Международный авиационный комитет тоже никакой информации от них не получает. Это, конечно, интересная ситуация складывается. Египет не делится данными о расследовании этого теракта. В то же время мы думаем о том, чтобы возобновлять авиасообщение. Как-то звучит это все несколько сомнительно. Если Египет действительно изменит свою позицию, наверное, об этом можно говорить. Но если эта страна не предоставляет никаких данных о том, почему и кто убил наших сограждан, то, конечно, возникают определенные вопросы. И я бы тоже всем нашим слушателям сказал бы, ребят, наверное, стоит задуматься, летать в Египет или не летать. Лично я, например, задумываюсь на эту тему. Как-то не по себе немножечко. Не очень хочется ехать в эту страну. Хотя, конечно, посмотреть на пирамиды Гиза еще раз очень бы хотелось. Спасибо вам большое. Последний вопрос тогда, Давид. Когда ждать каких-то новостей следующих? Вот сейчас я скажу. Вот что касается этого конкретного процесса и этого конкретного решения. Суд назначил в суде первые на 16 марта. 16 марта по этому делу будет к об этом слушании. Но я думаю, что до этого, потому что я сказал, что мы подавали индивидуальные иски, укладом 30 исков. Я думаю, что до 16 марта по другим искам тоже будет какое-то решение. Спасибо, Давид. Давид Кухолашвили, адвокат, представляющий интересы 30 семей родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем. Я добавлю, что ситуация, конечно, удивительная, ничего не могу сказать. Бредовая даже больше. Я напомню, что трагедия произошла в 31 октября 2015 года. На борту Кагалым-Ави взорвалась бомба, и тогда над Синаемским полуостровом погибли 224 человека. Это 217 пассажиров и 7 членов экипажа.